ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА Организация была основана в 1969-м в целях поддержания стран Ближнего Востока во время кризиса. Сейчас организация сильно расширилась, имеются подорганы во многих государствах-членах организации. Организация ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА решает вопросы экономического, гуманитарного, культурного, семейного характера. Вопросы защиты женщин, а также вопросы развития науки и технологий. Структура Организации ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА такова, что высшим органом является саммит, где все участники организации встречаются каждые три года. А исполнительным органом является Совет Министров Иностранных Дел, и их встречи проходят раз в год. Как раз-таки следующая встреча состоится здесь, в Узбекистане, и мы очень ждем этого. Кроме того, в состав нашей организации также входит Совет Послов. Возвращаясь к вашему визиту в нашу страну, какие вопросы были рассмотрены и достигнуты ли какие-либо договоренности? Нам выпала большая честь встретиться с президентом. Также состоялись встречи с министром иностранных дел, министром экономики, министром по делам культуры и спорта. У нас также была возможность поговорить с различными ведомствами. Все эти встречи прошли весьма продуктивно. Мы говорили на различные темы, которые затрагивали взаимодействие Узбекистана и Организации Исламского Сотрудничества, а также вопросы, касающиеся дальнейшего развития этих отношений. Мы бы очень хотели, чтобы Узбекистан был еще больше вовлечен во все аспекты деятельности ОИС. Мы также обсудили подготовку к предстоящему Совету Министров, который пройдет в следующем году тут, в Узбекистане. Исходя из вышесказанного, каковы перспективы сотрудничества и приоритетные направления деятельности Организации Исламского Сотрудничества в Узбекистане? Вы, наверное, знаете, что Организация Исламского Сотрудничества создала программу экономического развития в регионах Центральной Азии. И, конечно же, основным ее участником является Узбекистан. Мы также планируем, что следующий инвестиционный форум состоится в Узбекистане. Как известно, Исламский банк развития тесно сотрудничает с Узбекистаном, и БР инвестировал 1,4 миллиарда долларов в различные программы, которые осуществляются в Узбекистане. Мы также высоко ценим то, что Узбекистан поддерживает ОИС в различных сферах ее деятельности. Узбекистан всегда на пути мирного решения всевозможных вопросов. В наши планы на будущее входит обмен культурным наследием, ведь Узбекистан – восточная страна с богатым культурным наследием. Мы бы хотели больше знать и ознакомиться с историей таких древних городов, как Самарканд, Бухара, Хива. Все это – те аспекты и направления, на которые мы сейчас должны обратить внимание. Я бы хотел, чтобы в будущем мы начали обмениваться опытом культуры. Кроме того, Узбекистан и ОИС наладили сотрудничество в сфере научного исследования. А уже в ноябре этого года Организация Исламского Сотрудничества проведет саммит непосредственно на тему научного исследования. И я уверен, что Узбекистан сыграет там ключевую роль. В дальнейшем мы, конечно же, надеемся на еще большее сотрудничество Узбекистана с организацией. Как известно, в 2016 году наша страна будет председательствовать в Совете Министров иностранных дел государств-членов ОИС. В чем заключается основная деятельность председательствующей страны? Говорит ли это о роли и статусе нашей республики на международной арене? Да, безусловно. Узбекистан всегда играет ключевую роль на международной арене. В рамках ОИС страна, в которой проходит Совет Министров иностранных дел, председательствует в течение года, пока ее не сменит другая страна. В 2016 году Узбекистан будет председательствовать в Совете Министров иностранных дел государств-членов ООС. Основной деятельностью председательствующей страны является, во-первых, быть примером для других стран и являться образцом для установки механизмов движения для всех стран-участников. Хочу отметить, что Узбекистан на этом саммите будет занимать позицию лидера. И да, конечно, это говорит о возрастающей роли и статусе Узбекистана на международной арене. И традиционный вопрос гостям нашей республики. Это ваш первый визит в Ташкент и Узбекистан? Если нет, то какие изменения вы замечаете в нашей стране? Это мой второй визит в вашу страну. Первый раз я посетил Узбекистан, когда я еще работал в Министерстве культуры и информации в Саудовской Аравии. Мы приезжали сюда на неделю культуры и представляли различные аспекты культуры, искусства, литературы Саудовской Аравии. В мой первый визит мы посетили такие города, как Самарканд, Бухара, Ферганат. Это вот второй визит. Я очень надеюсь, что будет еще много-много визитов в вашу страну в ближайшем будущем. Хочу также отметить, что с моего последнего визита много что изменилось. Создаются новые проекты, реформы. Страна развивается динамично, и если развитие будет идти такими темпами, то Узбекистан будет занимать одну из лидирующих позиций не только в регионе, но и по всему миру. Это динамическое стране. Господин Иадбин Амин Мадани, спасибо за то, что ответили на наши вопросы. Желаем успехов в вашей организации. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.